Всем привет! Сегодня у меня на распаковке клавиатура от AFURTEK BLUADY. Модель называется B975. Здесь установлены оптико-механические свечи со стабилизатором. Модель именно с коричневыми стабилизаторами. Давайте посмотрим, что у нас здесь еще есть. RGB подсветка. Возможность регистрации абсолютно всех нажатий, хоть вплоть до того, что нажимаются одновременно все кнопки, они все будут регистрироваться. Как я говорил, стабилизационные механизмы установлены на эти свечи. Также здесь есть защита от воды и какое-то нано-покрытие. Металлический корпус и отсоединяемая подставка под руки. Как я говорил, здесь установлены свечи с коричневыми стабилизаторами. Есть еще модель с оранжевыми стабилизаторами, но она более громкая и, скажем так, тактильно ощущаемая, а коричневые они более тихие. По крайней мере, так заявляет производитель. Но давайте откроем. Покупал я в одном из местных интернет-магазинов в Риге за 60 евро. Сверху у нас транспортировочная упаковка. Скажем так, бумажная. А внутри нас встречает уже более плотная картонная коробка. И у нас идет эмблема и немножко непонятный никому слогану. Внутри у нас подставка пластиковая. Встречаем. Это подставка под руки. металлическая тоже подставка. Это у нас черный пластик, который можно поменять вот на этот красный пластик. качество у нас, ну, качество хорошее. Пластмасса не пахнет. Красный, вроде, тоже не пахнет. Ну, скажем так, это не сама суть. Сама суть у нас, конечно, вот эта вот клавиатура. клавиатура. Здесь немножко, немножко просто поиска, поиска инструкции. Видимо, поиска все это добро идет. Из Польши, вернее. Оно, конечно, идет из Тайваня. Забыл сказать, что фирма тайваньская. Хотя маги, конечно, это знают. Ну, вот такая вот у нас клавиатура. Не хрустит. Это самое главное. свитчи, конечно, громкие. Но, я думаю, было бы громче, если бы это были обычные механические свитчи, которые с таким, знаете, кликом. А здесь тише, на самом деле тише. Ну, вот устройство. Это вот так называемый стабилизатор. Личневый. Кнопки выполнены по технологии залива. Налива, не знаю, как туда вливается по форме. Соединяются они, конечно, достаточно легко. Можно заменить. Знаете, что я не нашел? Ну, наверное, это у нас сменные свитчи. И ключ, который должен помогать снимать свитчи. Вернее, крышки. Крышки, не крышки. Так, это у нас, скорее всего, для подставки для рук. Это у нас, так называемый, вот этот вот, который вынимает эти свитчи. Ключ или как, не знаю, как это правильно назвать. Ну и плюс сменные. Можно их поставить вместо стандартных, чтобы они отличались. Ну, это довольно-таки интересно. Можно, конечно, это сделать. Здесь у нас комплект из шести красных. Нет, не шесть, а восемь. Восемь красных. И восемь белых. Либо прозрачных, скажем так. Они больше похожи на прозрачные, чем на белые. Провод у нас из паракорда. Очень мягкий. Также здесь у нас липучка. Провод у нас длиной, сейчас скажу, если будет написано на коробке. К сожалению, информации на упаковке нет. Но я подозреваю, где-то метр восемьдесят должно быть примерно. Ну, либо под два метра. Крышка у нас алюминиевая сверху. Внизу у нас ножки. Здесь такой резина, но она более плотная, скажем так. Такая она никак, скажем, на вот этих вот ножках. Более твердая, но все-таки консистенция как резиновая. Скажем, вот эти вот красные ножки, они, не сказать, что очень устойчивые. Достаточно скользкие. Если на обычных подложках оно не скользит, то на этих, конечно, скользит. Но если ставить на коврик для мушки, большой коврик, то естественно будет устойчивый. Скользить ничего не будет. Относительно мембранных, конечно, это небо и земля. Звук очень громкий. Ну, все ко всему привыкаешь. Я думаю, что со временем привыкну. Свечи, конечно, болтаются, но это ладно. Все большие кнопки. Мне кажется, тише работает, чем маленький. Ну да, понятно, там есть еще дополнительные стабилизаторы. Были в пружинке. Поэтому все-таки они как-то потише. Ну, в общем-то, вот такая вот распаковка. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь. До новых встреч. До новых встреч.